В Ярославле состоялся фестиваль казачьей культуры. Уже восьмой год мероприятие проводится на центральных площадках Ярославля. В этот раз юбилейный парк. На открытой сцене выступили творческие коллективы из разных уголков нашей страны. Межрегиональный праздник помогает сохранить казачью культуру и рассказать о ней подрастающему поколению. София Антипова с подробностями. Казачья деятельность на территории Ярославля разнообразна. Помощь в охране общественного порядка, соблюдении традиционных ценностей и военно-патриотическое воспитание молодежи. Ранее казаки были категорией служилых людей по прибору. Военнослужащие русского государства в 14-18 века. Здесь собрались ярославцы разных возрастов, и дети, и взрослые. И мы слышим песни не популярные, не волькаженные, а искренние, про нашу культуру. Попали на мероприятие случайно. Приехали погулять с семьей в парк. Замечательное мероприятие. Все красиво, все вкусно, все насыщенно очень от программы. Решили остаться, послушать. Интересно. В рамках фестиваля каждый год творческие коллективы показывают богатую казачью культуру. Не исключением стал и этот. На сцене выступили ансамбли с разных уголков Ярославской области и других регионов. Жители города познакомились с традиционными казачьими песнями Дона, Кубани, Сибири и Урала. Нашему коллективу всего два года. Мы недавно работаем, но сделана очень хорошая, большая программа. Очень много концертных выступлений. Вот сейчас мы работаем на беженцев из Курской области. Казачество – это такое интересное направление, народ, который свободолюбивый, они стоят на защите Родины. Они сами по себе очень творческие люди. И поэтому наш коллектив поддерживает казачество, всегда участвует в мероприятиях. Каждый желающий – дети и взрослые – получили мастер-класс по рубке шашкой. Специалисты утверждают, чтобы освоить четыре базовых упражнения, потребуется максимум час. Участники праздника узнали много нового о предметах народного быта, а также сделали фото на память. Если мы начинали, к примеру, этот коллектив, ну вот этот фестиваль у нас проходил, там чарочка-плетенька наши присутствовали. А сейчас мы уже доросли до межрегионального фестиваля. То есть Кострома, Иваново приезжают, Московская область. В период проведения специальной военной операции очень многие ярославские казаки, либо по мобилизации, либо заключив контракт с вооруженными силами, участвуют в проведении СВО. И мы ими гордимся. Также на фестивале можно было посетить мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. София Антипова, Михаил Орлов, Главные телевизионные новости.